Приобретение первого телескопа в жизни любого увлекающегося астрономией человека всегда событие. Наконец-то можно на новом уровне приступить к изучению планет, звезд, туманностей и галактик. Однако по мере вникания в тонкости исследований ночного неба постепенно приходит понимание, что для реализации всего потенциала телескопа необходимы дополнительные аксессуары. Окуляры высокого качества с подходящей под определенные наблюдения оптической схемой, экстендеры и редукторы фокуса, линзы Барлоу, диагональные зеркала и многое-многое другое. Среди прочего, крайне важное место в парке оптики астронома-любителя, конечно же, занимают и светофильтры. Ведь зачастую использование правильного фильтра способно кардинально преобразить получаемое телескопом изображение. Разобраться же со всеми премудростями при выборе этих аксессуаров бывает тяжеловато. В этом видео мы попробуем объяснить базовые принципы, на которые стоит опираться при покупке светофильтров. С вами канал Абсервер. Поехали! Друзья, напомню, что мы есть в Ютубе, Рутубе, Телеграме и на Дзене. Ссылка для перехода на удобный для вас ресурс в QR-коде на экране, а также в описании под видео. Светофильтр для телескопа — это крайне полезный аксессуар, который может сильно улучшить качество ваших наблюдений и которым зачастую начинающие астрономы-любители почему-то пренебрегают. Фильтр представляет собой стеклянную пластину с тонким слоем особого покрытия, задерживающего световые волны определенного диапазона. То есть основная его функция — вырезать лишний при изучении конкретного объекта свет, тем самым выделив этот объект на фоне окружающей области и получив по нему более четкую и качественную картинку. Стекло это само собой обрамлено воправу, как правило, с резьбой для вкручивания во втулку окуляра, линзы барлоу или переходного кольца. Такие фильтры можно устанавливать по отдельности или же комбинировать друг с другом для достижения суммарного эффекта. Есть, однако, и особая категория солнечных фильтров, предназначенных, как понятно из названия, для наблюдения за нашей родной звездой, которые устанавливаются не в окуляр, а на объектив. Но обо всем по порядку. Светофильтры — довольно узконаправленный тип аксессуаров, поэтому по назначению и применению их необходимо четко разделять между собой. Во-первых, фильтры делятся на визуальные и астрофотографические. Стекла для фотографии имеют более узкий диапазон пропускания, требуют большей точности в изготовлении, а, кроме того, нередко содержат дополнительное просветление по сравнению с аналогами для визуальных наблюдений. Также стоит сказать, что некоторые фотографические фильтры работают и с невидимыми человеческому глазу световыми спектрами — ультрафиолетовым и инфракрасным. Во-вторых, светофильтры бывают для работы с объектами солнечной системы и для работы с объектами дальнего космоса. Ну и в-третьих, фильтры различаются по диаметру в соответствии с посадочным размером окуляра или линзой Барлоу, в которую планируется его установить — 1,25 или 2 дюйма. Здесь, в принципе, все понятно. Давайте начнем с фильтров для визуальных наблюдений. Что касается работы с объектами солнечной системы, то здесь можно выделить нейтральные лунные, цветные планетные и отдельно апертурные солнечные светофильтры. Луна — второй самый яркий после Солнца объект на нашем небе. В одном из предыдущих роликов мы уже говорили, что наиболее удачное время для ее наблюдения — предзакатные сумерки, когда спутник обладает идеальным балансом между достаточной яркостью и невысокой контрастностью за счет относительно светлого неба. Однако большую часть ночи Луна визуально отражает слишком много света, что не дает разглядеть многие детали на ее поверхности. Да и к тому же сильно нагружает зрение, в особенности при изучении через телескоп. Значительно повысить продуктивность работы в этом случае поможет нейтральный фильтр или его более функциональный аналог — переменный поляризационный светофильтр. В отличие от всех остальных типов окулярных фильтров, данные стекла не вырезают какой-то конкретный цветовой диапазон, а равномерно снижают яркость всего спектра. За счет этого цвета наблюдаемых объектов остаются естественными, не искаженными, просто изображение в целом становится менее ярким. Нейтральный фильтр имеет фиксированный коэффициент светопропускания, а переменный поляризационный за счет особой конструкции из двух стекол, подвижных относительно друг друга, позволяет менять степень задержки света. Это крайне удобно, так как в зависимости от погодных условий или фазы Луны, приглушение яркости часто требуется в разной степени интенсивности. Для работы с планетами Солнечной системы существуют цветные светофильтры, которые вырезают определенный цветовой спектр для получения большего контраста и читаемости конкретных деталей рельефа или атмосферы той или иной планеты. Такие светофильтры, как правило, продаются в наборах, которые разом покрывают достаточно широкий круг задач. Например, как в этом комплекте, Левенгук РА-Ф8, состоящем из восьми стекол, одного лунного фильтра и семи цветных планетных. Маркируются цветные фильтры по номерам в соответствии с системой британского изобретателя Фредерика Раттона, занимавшегося фотооптикой на стыке XIX и XX веков. Она не имеет как таковой упорядоченности, поэтому ориентироваться по этим цифрам поначалу будет не очень удобно. Чтобы разобраться для себя с применением цветных фильтров, рекомендуем ознакомиться с подробной таблицей с комментариями от основателя знаменитого астрофорума Эрнеста Шекальяна по ссылке на экране или в описании под видео. Крайне полезная информация об этом типе аксессуаров. Ну а я расскажу о цветных фильтрах вкратце на примере упомянутого набора РА-Ф8 от Левенгук. Красный отлично подходит для работы в дневное время и сумерках с Меркурием, изучения облаков, морей и полярных шапок Марса, а также деталей атмосферы Юпитера. Светло-красный также поможет в рассмотрении хвостов комет. Оба имеют довольно низкий коэффициент светопропускания, поэтому рекомендуются к использованию на телескопах с апертурой от 130-150 мм. Через желто-зеленый фильтр хорошо виден Марс, щели Кассини в кольцах Сатурна и, опять же, атмосфера Юпитера. Светло-зеленый ориентирован в первую очередь на изучение большого красного пятна, но также выделит полевые бури и полярные шапки красной планеты. Голубой светофильтр, как и в целом голубые и синие, крайне полезен и универсален практически по всем планетам. Светло-желтый подходит для наблюдения Марса, Юпитера и комет, а также отлично проявляет себя при рассмотрении дисков Нептуна и Урана. Благодаря высокому светопропусканию хорошо подходит под малоапертурные телескопы. Желтый, опять же, лучше всего проявит себя по Марсу, но кроме того может повысить контрастность Венеры и хвостов комет. Ну а лунный фильтр предназначен для изучения нашего спутника. Об этом типе стекол мы уже поговорили ранее. Стоит отметить, что многие из цветных светофильтров отлично работают именно в связке с рефракторами, так как позволяют уменьшить хроматизм. В частности, это желтый, желто-зеленый, красный и оранжевый. Хотя для избавления от хроматизма, линзовых телескопов, а хроматов, есть и специализированные фильтры. Например, у Баадр Планетариум есть сразу несколько таких в линейке. Фринш Киллер, Семи Аппо и Контраст Бустер. Кроме того, цветные фильтры являются широкополосными, то есть пропускают они большой цветовой спектр, а вырезают, наоборот, совсем маленький. Поэтому их можно и нужно комбинировать друг с другом, суммируя таким образом их положительные свойства. Что касается аксессуаров для наблюдения Солнца, то здесь потребуется уже апертурный фильтр, который устанавливается на объектив. При наведении телескопа на Солнце на выходе получается настолько интенсивный световой поток, что он способен прожечь отверстие в глазу примерно за 20 секунд. Чтобы такого не произошло, для изучения солнечного диска требуется заблокировать более 99% света от нашей звезды. Если реализовать это отсечение в окуляре, то есть в финальной точке оптической схемы, все элементы, расположенные на пути света до него, будут максимально сильно нагреваться, а пластиковые детали даже плавятся. Поэтому гораздо рациональнее блокировать свет еще на входе, то есть до попадания в объектив. Такие апертурные фильтры можно разделить на два вида. Простые, которые задерживают свет без узкополосной фильтрации. С помощью таких фильтров можно наблюдать солнечные пятна, а также транзит различных объектов по диску Солнца, планет, искусственных спутников, частичные затмения и т.д. Исполняются эти фильтры в двух вариациях. Либо в виде тонкой металлической пленки, либо стекла с плотным покрытием. Второй вариант – это хромосферные телескопы, выпускающиеся как отдельно, так и в виде насадок для рефракторов, и позволяющие наблюдать, помимо пятен, грануляцию фотосферы и протуберанцы. Конструкция их содержит сложный фильтр с, как правило, переменной полосой пропускания света в линии водорода шириной менее 0,7 А. Это крайне точная техника и, как следствие, довольно дорогая. Наиболее популярные и доступные производители Мид Коронада и Ланд. Один раз мне довелось наблюдать Солнце в такой телескоп. И могу сказать, что, конечно же, по сравнению с простым солнечным фильтром, это какой-то запредельный фантастический уровень. А еще такой же фантастический запредельный уровень у интернет-магазина оптической техники observer-msk.ru. Необходимые фильтры и прочие аксессуары, а также сами телескопы, микроскопы, бинокли, монокуляры, зрительные трубы, приборы ночного видения и многое другое можно приобрести в одном месте и по самым выгодным ценам. Грамотные консультанты ответят на любые вопросы. Специальный раздел с акциями, безусловно, порадует предложениями. Ну а быстрая доставка по всей России — это уже вишенка на торте. Ссылка на лучший интернет-магазин оптической техники в описании. Визуальные фильтры для объектов дальнего космоса — это, пожалуй, самая эффективная вещь при наблюдении туманностей и звездных скоплений. А вот для изучения галактик ничего, кроме чистого неба без городской засветки, пока, к сожалению, не придумали. Первый тип таких фильтров предназначен для подавления как раз-таки городской засветки, которая сильно мешает наблюдению дипскай-объектов. Наиболее популярные и распространенные из них — это CLS, City Light Suppression, дословно так и переводится — подавление городского света. UHC, Ultra High Contrast, Ultra Высокий Контраст, и UHC-S — аналог предыдущего, но для телескопов с небольшой апертурой. Все эти фильтры являются широкополосными. Они пропускают свойственное диффузным туманностям различного типа излучения, но блокируют свет, который исходит от натриевых, ртутных и флуоресцентных ламп, которые и формируют городскую засветку. Универсальность этих стекол, конечно же, позволяет сэкономить на парке оптики. Но более высоко астрономами-любителями ценятся все же узкополосные фильтры, дающие лучшие результаты. А это уже второй тип визуальных стекол для наблюдения дальнего космоса. Фильтры, пропускающие только свойственные туманностям определенного типа свет. O3 отсекает все, кроме линии дважды ионизированного кислорода, полезен по очень многим объектам, различным планетарным туманностям, остаткам сверхновых и туманностям вокруг звезд Вольфа Рае. H-бета работает по водородным туманностям. Их не так много, поэтому здесь все зависит от вашего желания и возможности приобрести такой фильтр практически ради трех объектов. Туманностей Калифорния, Конская голова и Чайка. Более подробно узнать о применимости фильтров UHC, O3 и H-бета по различным объектам можно из полезной таблицы по ссылке в описании. Что касается светофильтров для астрофотографии, это, пожалуй, заслуживает отдельного ролика. Давайте так, если тема фильтров вам интересна и на этом видео наберется хотя бы 200 лайков, мы подготовим вторую часть, где расскажем о фотографических аксессуарах. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на канале. Кроме того, обязательно оставляйте комментарии. Это поможет продвижению канала. Ну а мы будем рады с вами пообщаться. Все упомянутые ссылки, в том числе на наши страницы на всех ресурсах, а также на лучший интернет-магазин оптической техники observer-msk.ru в описании. А я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!